Добрый вечер! Я Ирина Евгеньева и смотрите сегодня в Информбюро. Задержан в Италии. Как накажут казахстанцы за вандализм в археологическом парке Помпеи? Как еще отличились наши туристы за рубежом? Подтвердилась ли информация о причастности казахстанцев к поджогу леса на греческом острове? Реформа пенсионной системы. Какие изменения подготовили эксперты? Каким образом планируют укрепить базовую ставку? И непонятно, как эти люди будут жить на эти деньги? Как будут стимулировать копить на старость самозанятых? Спор за 10 тенге. В Караганде контролер довела до нервного срыва детей, которым не хватило денег оплатить полную стоимость проезда. Что произошло? Все бабушки подхватили, стали говорить о том, что вы видите ее, пусть бежит за автобусом. Как повели себя остальные пассажиры и накажут ли кондуктора? Вышел из комы. Что рассказал родителям 19-летний солдат-срочник после того, как пришел в себя? Он сейчас в состоянии оглушенности, как это называют медики. Ранее мать новобранца просила президента взять под контроль расследование дела. Как оно продвигается? В МИД Казахстана подтвердили задержание нашего туриста в Италии. Этот случай наделал много шума. Ведь мужчина нацарапал слово «алей» на стене дома ЦЕФ, который относится ко II веку до н.э. Туристу предъявили обвинение в порче исторического памятника. Дипломаты рассказали, что сейчас нашего гражданина отпустили. Он будет ждать суда. Ответили на вопрос о вечеринке на яхте, с которой якобы казахстанцы запускали фейерверки и подожгли лес в Греции. О приключениях казахстанцев за рубежом расскажет Анастасия Новикова. Надпись «Али» появилась на доме ЦЕФ в городе Помпеи в Италии. На постройке первого века до н.э. ее оставил турист. Вандалом оказался казахстанец. Его задержали. В МИД рассказали, что сейчас мужчину отпустили. Будет суд. Правда, точную сумму ущерба озвучат после технической экспертизы. Под постом о вандализме казахстанцы взывают к соблюдению культуры. Влепить штраф, чтобы он лет пять еще не смог финансово себе позволить куда-то выезжать. Учите детей ценить историю и искусство, чтобы вся страна потом не краснела за них. Надо ввести хорошие штрафы в Казахстане за мусор, за разбитые общественные места, разрисовывание. Тогда может и научиться вести себя. И перестанут позориться за границей. Дом ЦЕФ известен сохранившимися фресками, мозаиками и уникальной архитектурой того времени. Эксперты говорят, судить всех казахстанцев по проступку одного гражданина нельзя. Чаще всего наши граждане за рубежом ведут себя культурно и очень скромно. Казахстанцы всегда отмечают, отличают от подавляющего большинства туристов вот эта интеллигентность, их такое качество, такого повышенного требования к своему поведению. То есть где встать, что сказать, можно ли перебить, можно ли задать вопрос. В общем, это всегда отличает наших казахстанских туристов. Что случилось с данным туристом, это никак не связано с нашей страной. Это конкретное поведение конкретного человека. Казахстанцы прославились и в Греции. Правда, затем оказалось, что наши граждане невиновны. На острове Гидра произошел крупный лесной пожар из-за фейерверков, выпущенных с роскошной яхты. Зарубежные СМИ написали, что элитную яхту арендовала группа отдыхающих из Казахстана. При этом в МИД позднее ответили, что казахстанцев среди задержанных не было. Казахстанский консул сразу же после публикации данной информации связался с греческими властями. Полиция сообщила, что среди задержанных граждан Казахстана нет и каких-либо претензий к ним тоже не выдвигалось. Власти Греции конфисковали яхту и арестовали 13 членов ее экипажа. Арестованным предъявлено обвинение в тяжком преступлении. Им грозит от 10 до 20 лет заключения и большой штраф. Казахстанцы, в которые выезжают за рубеж, просят соблюдать этикеты и не нарушать законы других стран. Анастасия Новикова, Дворонабдзиев, Абзал Турабеков, Информбюро. В Казахстане наблюдается снижение продаж авто. В мае по сравнению с апрелем почти на 10%. Неблагоприятные показатели и в производстве. По данным Казахстанского автомобильного союза, с начала года отечественные предприятия выпустили около 56 тысяч единиц техники. Если сравнивать с годом ранее, то показатель идет на спад. Подробнее в материале Ануара Мангельзинова. В прошлом месяце в нашей стране выпустили чуть более 9 тысяч транспортных средств. Такие сведения приводит Казахстанский автомобильный союз. Согласно их данным, это на 34% меньше, чем годом ранее. Разница такая возникла из-за изменения условий выдачи кредитов, говорят в Союзе. 1 апреля 2024 года поменялись условия для тех, кто дает кредиты и для тех, кто берет кредиты. И, соответственно, это сказалось на продажах транспортных средств. Не только машин, которые произведены в Казахстане, а абсолютно всех автомобилей на рынке Казахстана. Но хорошая новость, что в конце мая сам этот приказ и все эти нормы пересмотрели. Пересмотр норм играет на руку как тем, кто продает авто, так и покупателям, уверяет в Союзе. По их словам, условия получения кредита изменятся уже в июле. Всего с начала года произвели почти 56 тысяч единиц транспорта. Таким образом, объем выпуска снизился более чем на 4%. Это незначительное изменение, говорят эксперты. В прошлом году, в 2023 году, были максимальные объемы продаж новых автомобилей. Соответственно, если мы сравним с 2023 годом, да, там производство снизилось. Если мы сравним с 2020 или еще каким-то, то цифры не такие уж и плохие. Поэтому все относительно. Все относительно. И в целом, я думаю, что наш так называемый автопром, точнее сборочные производства, развиваются более-менее в нормальном темпе. Нормального развития ожидает и в Казахстанском автомобильном союзе. Согласно их прогнозам, в этом году в нашей стране произведут более 150 тысяч единиц транспорта. Ануар Амангельдинов, Сергей Шуйский, Информбюро. Не приведет ли снижение налоговой ставки для старых машин к тому, что на дорогах будет больше автохлама? Спросили сегодня журналисты вице-министра нацэкономики. Напомню, в новом налоговом кодексе хотят сократить на 30% налог для авто старше 10 лет и за 20-летние сразу наполовину. По словам Азамата Амрина, в обществе часто поднимают вопрос о том, почему владельцы одинаковых марок машин, но с разным сроком службы, платят одинаковый налог. После этого было решено изменить сумму обязательных отчислений. При этом количество транспортных средств с большим сроком владения, он сейчас мы тоже посмотрели, несмотря на то, что эту ставку сделали одинаковую, количество транспортных средств с меньшим сроком эксплуатации, он не увеличился. В принципе, оно осталось на том же уровне, даже по некоторым автомобилям, наоборот, даже увеличилось. Казахстанские эксперты предлагают укрепить базовую часть государственной пенсии. В будущем солидарной пенсии не будет, поэтому у некоторых граждан снизятся доходы после выхода на заслуженный отдых. Какие решения уже сейчас предлагают финансисты, узнавали наши корреспонденты. На сегодня пенсия в Казахстане состоит из базовой и солидарной части, которые выплачиваются государством. Если убрать солидарную часть, сумма пенсионных выплат уменьшится, поэтому эксперты предлагают укрепить базовую пенсию. Если сегодня она исчисляется размером прожиточного минимума, это 43 тысячи тенге, то предлагается для расчетов применять минимальную зарплату 85 тысяч. Впрочем, данное предложение вызвало немало вопросов. Повысить эффективность управления пенсионными средствами, по мнению Армана Байганова, можно направив их в частные инвестиционные фонды, так как доходность в них выше примерно на 5%, нежели в госфонде. Между тем, экономист Меруэрт Махмутова считает, что людей с достаточными пенсионными накоплениями не так уж много. Это было только 7% граждан. У остальных у нас либо нет пенсионных накоплений, либо пенсионные накопления. Там у большинства примерно 90% были в пределах 1 миллиона тенге. И непонятно, как эти люди будут жить на эти деньги. Также эксперты предлагают направить новые обязательные пенсионные взносы работодателя, которые действуют с этого года и к 2028 году составят 5% от дохода работника на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков. И насчет гарантирования пожизненности выплат, то есть на случай, если получатель исчерпает свои накопления. Среди других инициатив – софинансирование взносов самозанятых граждан и введение мультипортфельного управления для вкладчиков. Предложения, направленные на рассмотрение президенту страны Эльмира Ержанова, Замат Кубегенов, Инфорумбюро, Актубе. 40 сотрудников отдела образования Туркестанской области подозреваются в хищении. Об этом рассказали в прокуратуре региона. По версии следствия, с 2021 по 2023 годы руководство и бухгалтеры отдела образования Жит-Исайского района создали преступную схему хищения бюджетных средств. Они перечисляли деньги сверхустановленной заработной платы на свои карточные счета, а также счета своих родственников и знакомых. За три года причинили государству ущерб больше, чем на 4 миллиарда тенге. Подозреваемыми по делу проходят 41 человек. Два руководителя отдела образования, один главный бухгалтер, два его заместителя и 36 бухгалтеров. Бывшие и нынешние руководители отдела образования района выдворены в следственный изолятор. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и фактов легализации денег и нового имущества, полученных преступным путем. В каком возрасте молодые люди начинают самостоятельную жизнь, подсчитали в австралийском бюро статистики. Так американцы стараются съехать от родителей, едва перешагнув порог совершеннолетия. А в некоторых европейских странах люди до 40 лет остаются под крылом папы и мамы. Как обстоят дела в Казахстане и в каком возрасте психологи советуют отпускать детей во взрослую жизнь, выясняла Оксана Матасова. Австралийские ученые выяснили, где живут самые самостоятельные молодые люди. По их данным, раньше всех покидают родной дом американцы в 19 лет. Ближе к 20 годам от родителей уезжают россияне, а в 20 с половиной – австралийцы. Итальянцы, испанцы, болгары, греки и словаки чаще всего начинают жить отдельно ближе к 30 годам. А как обстоит дело в Казахстане? Социологи говорят, у нас чаще всего дети съезжают от родителей ради обретения независимости, в связи с отъездом на учебу или вступлением в брак. А вот задерживаются в отчим доме из-за особенностей менталитета. Ведь по казахским обычаям младшие дети должны жить с родителями. Сказывается и невозможность приобрести свое жилье. Мне кажется, в Казахстане сейчас вот этот возраст, когда люди хотят съехать от родителей, он очень сильно повышается. И очень часто это бывает, что в семье живут три поколения. То есть это такая старая мать, у нее дочь и у этой дочери уже дети. И не обязательно, это там полная семья. Мне кажется, это то, что очень дорогое арендное жилье, очень дорогая ипотека. 31-летний Дмитрий Блиников из Кокшетау, несмотря на наличие своего дела, продолжает жить с родителями. Мужчина раньше снимал жилье, но вернулся в отчий дом. Я, например, ИП, но уровень заработка все равно не позволяет вот так вот по щелчку пальцев как-то съехать. Имея я возможность взять и купить квартиру, я бы, наверное, ее купил. Но в ипотеку я бы лезть не стал. Осложняют переезд невысокие зарплаты начинающих сотрудников. Так, сотрудники сайта по поиску работы изучили данные за май, когда начинается активный набор на стажировку молодых специалистов. Казахстанские стажеры зарабатывают в среднем 132 тысячи тенге в месяц. А если уже говорить о начинающих специалистах, которые уже устраиваются на полноценный рабочий день, то они могут рассчитывать уже на 150 тысяч тенге. Снять за такие деньги отдельную квартиру очень сложно. Поэтому молодежи приходится делить одну жилплощадь с родными. До какого возраста оставаться с родителями, каждый решает сам. Главное, чтобы в семье царили гармония, мир и спокойствие. Оксана Матасова, Рамиль Дусумов, Информбюро, Акмолинская область. Солдат-срочник Нуржигит Абдельпатта вышел из комы. Об этом сообщили его родители. Ранее военнослужащего госпитализировали из воинской части Атара с диагнозом пневмония. А позже родные заявили о дедовщине и попросили у президента Казахстана помощи. Они утверждали, что их сына ударил сержант-контрактник во время построения. После этого, якобы, юноше стало плохо. Косым Жамар Тукаев отреагировал на обращение и поручил разобраться. Спешим сообщить вам радостную новость о том, что наш сын вышел из комы. Он сейчас в состоянии оглушенности, как это называют медики. Он узнает нас, говорить пока не может из-за трахеостомии, проведенной ранее. Состояние Нуржигита все еще остается тяжелым. Но родители сообщают, что сын узнал их и даже ест кашеобразную пищу. Родные называют это настоящим чудом и благодарят казахстанцев за поддержку, а медиков за профессионализм. Сейчас юноша проходит лечение в военном госпитале Алматы. А вот в отношении солдата-контрактника начато уголовное дело по факту превышения власти. Расследование на особом контроле у министра обороны Казахстана. Продолжаем эфир. Случай массового отравления детей зарегистрировано в Бурабайском районе Акмолинской области. Там в больницу с жалобами на пищевое отравление обратились 17 детей, пострадавшим от 8 до 17 лет. Все они отдыхали в гостевых домах на одной из зон отдыха, куда прибыли с родителями. Симптомы отравления появились после завтрака 21 июня, но дети начали обращаться за помощью только ближе к ночи. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь. 12 детям промыли желудок, троим детям провели инфузионную терапию, у всех взяли анализы и сделали противорвотные уколы. Большинство детей уехали после оказания помощи, несмотря на предупреждение администрации. В настоящее время санитарно-эпидемиологическая служба проводит эпидрасследование. На место выехали главный государственный санврач региона и его заместитель. Как выяснилось, сама база отдыха не предоставляла этой группе услуги питания, продукты и даже поваров. Организаторы поездки привезли с собой. По факту отравления детей в Бурабайском районе 22 июня текущего года начато досудебное расследование по ст. 34 ч. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан нарушение санитарных правил или гигиенических норм. В рамках расследования назначена экспертиза. Унизили из-за 10 тенге. В Краганде контролер автобуса отругала при всех девочку-подростка из-за того, что у нее на карте Уннай не хватило денег для оплаты проезда. Из-за пережитого стресса ребенку понадобилась помощь врачей. Возмущенная мама готова идти в суд. Людмила Батюшкина расскажет подробнее. Бэлле Филимоновой пришлось везти 14-летнюю дочь в поликлинику. Девочка испытала стресс после поездки в автобусе. На карте Унай у нее оказалось 40 тенге вместо 50. По словам мамы, контролер устроила публичную порку, озвучивая фамилию девочки и позоря ее на весь автобус. Все бабушки подхватили, стали говорить о том, что вы видите ее, пусть бежит за автобусом. Ребенок пытался забрать карту, она ей не давала. И вот это вот, получается, они сели на ДК, должны были выйти на ЦУМе. В конечном итоге они вышли на 45-м квартале. И только потому, что женщина оказалась неравнодушной рядом, спасибо ей. Прямая огромная благодарность. Она за нее отдала ей 200 тенге кондуктору. Проезд для детей на автобусах в Караганде бесплатный. Но ребенок должен приложить именную карту к валидатору, чтобы поездка зарегистрировалась. При этом на карте должно быть не меньше 50 тенге. Было совсем забыло, что проезд недавно подорожал. И теперь на карте должно быть не 40 тенге, а 50. В автопарке номер 3, которому принадлежит автобус, от комментариев отказались. Руководство автобусного парка номер 3 направили предписание, то есть по принятию соответствующих мер. Далее они проводят свою служебную проверку, то есть опрашивают контролера, смотрят записи с автобусов и дальше уже принимают решение. Как мне сообщили, с контролером проведена разъяснительная работа. В Караганде не только уже были случаи, когда детей высаживали из автобусов, в том числе зимой и в неизвестной ребенку местности. С 16 июня в силу вступили поправки в административный кодекс и в правила перевозки пассажиров. Теперь перевозчикам за подобное грозит ответственность. Раньше это была вина пассажиров, когда он проезжал без оплаты. Сейчас высадка пассажиров до 16 лет, которые едут без сопровождения родителей или законного представителя, без оплаты запрещена. Если мне не изменяет память, штраф около 5 МРП будет возложен на перевозчика. По словам Беллы, у ее дочери врач диагностировал нервный срыв. Теперь мать намерена подать иск в суд на контролера и автопарк, чтобы впредь подобные случаи не происходили. По словам сотрудников ЖКХ, ежедневно контролеры встречают несколько случаев, когда дети едут или без карт, или с недостаточным балансом на счету. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Громкое дело о мясном ОПГ начали рассматривать в суде Костаная. Руководил группировкой директор крупного мясоперерабатывающего предприятия. Крестьянские хозяйства сдавали несуществующее мясо либо продукцию по завышенной цене. За это получали субсидии и делили деньги между собой. Ущерб государству составил свыше 3 миллиардов тенге. Досудебное расследование по делу было завершено еще в марте. Пархоменко совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей 245 частью 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Уклонение от уплаты налога в бюджет с организацией путем внесения в декларацию заведомо искаженных данных о расходах, с использованием счета фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг от русских товаров, повлекшие неуплату налогов в особо крупном размере на сумму 419 832 686 тенге. Группировки вменяют в присвоение субсидий, неуплату налогов, незаконную предпринимательскую деятельность, отмывание доходов, взятки и подделку документов. Есть даже эпизоды рукоприкладства. Так, по материалам дела, директор завода нанимал людей, чтобы те на кулаках разбирались с недоброжелателями. В преступной деятельности участвовали около 50 человек, 13 из них – постоянные члены ОПГ. Незаконные сделки проворачивали главы крестьянских хозяйств в шести областей. Ветврачи и сотрудники Управления сельского хозяйства в деле – 190 томов, пять из которых – обвинительный акт. Вынесение окончательного приговора может затянуться. Самый главный ОПН-эйр страны прошел в столице. Долгожданная вечеринка «Пикник Бай Партнерс» собрала более 8 тысяч отдыхающих. А хедлайнерами встречи под открытым небом выступили такие известные артисты, как Иван Дорн и Джакс. Локацией для отдыха стал просторный столичный гольф-клуб. Люди расстилали на лужайке свои пледы, устраивались на мягких пуфах. Наслаждались дружеской атмосферой, пока ведущий вел зажигательную концертную программу и веселые конкурсы. Одна из гостей, Лаура Бегенова, пришла на ОПН-эйр впервые. Но и настолько понравился формат отдыха, что она уже запланировала сходить на вечеринку и в следующем году. Мне очень понравилось то, что люди все веселые, красивые, одеты очень креативно, все очень красиво. Поэтому я пришла и сразу у меня улыбка с лица до сих пор не сходит. Очень весело здесь, классно. Обычно клубы, я люблю ходить, гулять куда-то. Но на подобном мероприятии я первый раз решила посидеть и ни капельки не пожалела. Особую атмосферу в течение дня создавал диджей Сейнт Бэм, а звездными гостями стали кыргызский рэпер Джакс и украинский исполнитель Иван Дорн. Отличительная особенность пикника – это разнообразная аудитория. Приходят отдыхать все – молодежь и семейные пары с детьми. Организаторы главного ОПН-эйра Казахстана не дали заскучать ни одному из посетителей. Мероприятие проводится в ОПН-эйр формате. У нас очень много разных наших партнеров выставляются своими зонами, где можно поучаствовать и выиграть разные призы по их активностям. Мероприятие очень интересно тем, что именно проводится в гольц-клубах, чтобы на лужайке люди могли расселить свои пледы, принести с собой еду, устроить свой собственный пикник. В этом заключается вся изюминка нашего пикника. С 2022 года пикник «Бай Партнерс» проходит в четырех городах Казахстана. Это Шимкент, Ахтау, Астана и два раза год в Алматы. Кроме того, в октябре организаторы планируют провести зажигательную вечеринку в столице Узбекистана. Арман Царсинбаев, Дидар Жумар Тулы, Информбюро Астана. В рамках общенациональной экологической акции «Таза Казахстан» в области Улы-Тау организовали масштабные мероприятия. В этот день во всех городах и районах области прошли акции по уборке территорий. Главная цель – научить жителей бережно относиться к окружающей среде. Участие в эко-акции приняли представители местных исполнительных органов, общественных организаций, студенты, активисты и простые жители городов и районов. Более двух тысяч человек в общей сложности вывезли порядка 70 тонн мусора. А в областном центре жители и трудовые коллективы очистили главные улицы, дворы и скверы. Привели в порядок клумбы, газоны и зеленые насаждения. Трудовые коллективы провели уборку, покраску, побелку на территориях производственных предприятий. В рамках республиканской акции «Таза Казахстан» мы убираем территорию, закрепленную за нашим отделом. Призываем всех неравнодушных горожан присоединиться к нашей акции и внести свой вклад в благоустройство родного города.